Всем здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал Цветовон. Сегодня с вами буду делиться, как вырастить вот таких огромных колотейных монстров. Это поистине монстры, потому что растения уже достаточно крупные. Есть, конечно, у меня и меленькие экземплярчики, которые только в процессе наращивания своей листвы, в процессе старта своего развития, но есть вот такие громадины, которые я уже неоднократно делила. Буду делиться с вами походу некими своими хитростями в уходе за колотеями, рассказывать, как мне удалось с ними подружиться, ну и, безусловно, показывать вам все эти экземплярчики, чтобы вы могли полюбоваться. И сейчас я держу в руках колотеечку Хеллен Кеннеди. Вот таким красивым листом она обладает. В честь английского ботаника названа это колотея. Листья у неё поистине огромные, величественные, я бы сказала, и даже имеют голубой отлив. Листья глянцевые, с обратной стороны они такие, как немножко опушённые, приятные такие на ощупь, типа soft-touch. Но сразу вам скажу, кто хочет себе в коллекцию вот такую колотеечку Хеллен Кеннеди, будьте готовы. Хоть лист достаточно плотный, но за счёт того, что задняя сторона листа вот такая опушённая, на ней очень легко селится клещ. Поэтому вот такая колотея точно не для новичка, потому что вы замучаетесь на ней травить клеща. Безусловно, это достойный экземпляр. Тот, кто собирает уже коллекцию растений, кто сильно увлёкся этими колотеями, и ему хочется и вот то, и вот то, и вот то. Да, тогда, конечно же, и когда вы уже разобрались с поливом, с посадкой колотеи, тогда уже можно заводить вот такой вариант. Эту колотеечку я покупала буквально в две делёнки. Кто смотрел видео на моём канале старые, те видели, как вот в таком просто прозрачном пластиковом стакане приходила ко мне вот эта колотея. И вот буквально за год она разрослась. Посмотрите высоту, насколько это растение высокое. Вот, ну, до моего локтя точно. Она разрослась вот за год. И уже ей горшочек тесен. Я вижу, что он деформируется. И растение необходимо пересаживать. Тоже на моём канале есть масса видео с пересадкой колотей. Но я вам ещё расскажу всякие нюансики о посадке колотеи и подборе грунта для них. И сейчас возьмём кого-то другого в кадр. Пожалуй, начнём с любимицы многих колотеи лансифолии. Лансифолия, ну, не могу сказать, что это абсолютно беспроблемная колотея, потому что может она там портить листья. Но я вам скажу, что самая частая причина порчи листьев у колотеи – это неправильный полив. То есть, скорее всего, вы заливаете вашу колотею. Или, как я люблю говорить, садите в очень плотный, тяжёлый грунт. Колотея не успевает всю влагу из него выпить. Корни находятся очень долго в влажной среде. Они начинают подгнивать, начинают портиться. И вам сразу колотея сигнализирует об этом. Порчи листвы. Это могут быть точечные, такие круглые, рыжие пятна. Это могут быть сухие концы у листьев колотеи. Это могут быть вот так, рыжеющие листья. Ну, тут идёт естественное уже отмирание листа. Просто этот лист уже слишком взрослый, он слишком давно. И срок службы листа, безусловно, тоже есть у колотеи. И лист уже потихонечку желтеет и отмирает. Это нормально. Ну, а если же у вас молодые листья вот так начинают портиться, то, безусловно, необходимо отрегулировать полив. Для колотеи идеально. Либо полив с полной просушкой субстрата между поливами, либо поддержание полива слегка-слегка влажным. Вот если вы будете свои колотейки поливать дозированно, не очень обильно, а по чуть-чуть, и поддерживая грунт постоянно слегка влажным, им будет абсолютно комфортно. Ну, лансиполия такая вся кучерявая, рюшевая. Изнанка листа у неё вот такая бордовая. Размер листа тоже уже колоссальный. Вот, посмотрите, большой лист также доходит мне до локтя. Растение у меня очень давно. Именно с этой колотеи началось моё колотейное хобби. Именно эта колотея. Я её заказала самой первой, потому что у меня она казалась такой восхитительной, такой нереальной. Окраски листвы я ещё не встречала в растениях. И мне казалось, ну, это просто нечто волшебное. Поэтому заказала тоже небольшие делёночки. Был также, по-моему, пластиковый пол-литровый стакан, ну, либо какая-то пластиковая ёмкость. И вот она уже разрослась, хотя её тоже я уже делила, потому что, ну, просто уже ставить такую громадину некуда. Так, перейдём к следующей. Следующая красавица – это Белла Карлина. Как видите, она вот так причудливо отгибает свои листья. Вот так она ложится спать. Все колотеи наоборот, на ночь вот так столбиком поднимают свои листья, а Белла Карлина вот так чудаковато их загибает к низу. Днём они, ну, сидят ровно вот так горизонтально, параллельно плоскости, на которой она стоит. А она начинает вот так загибать. Эта колотея достаточно беспроблемна. Да, немного кое-где она там что-то подсушивает, листья капризует, но у неё суперплотный лист, он такой прям как картон, на неё клеш не сядет однозначно. Ну, прям если у вас очень-очень сухой воздух дома, если, возможно, есть контакт с каким-то заболевшим растением, то тогда клещ может перейти на Беллу Карлину. А так в обычных условиях, ну, достаточно беспроблемно растёт, чуть-чуть где-то бывает подпорчивает листики, но не поражается клещом. Поэтому, кто боится вредителей, вот такой сорт Белла Карлина можете смело заводить. И я вам покажу изнанку листа, она также необычная. Посмотрите на просвет, просто вот такая шахматка по листу. Это колотея, вот по структуре листа схожа с колотеей Нетворк или Мозаик. Давайте сразу перейдём к Нетворк или Мозаик. Вот тут я принесла эту красавицу, поставила её снизу. Этот куст был недавно поделен. В самом последнем ролике про мои колотеи вы могли видеть, этот куст был в два раза больше. Ну, сейчас он сидит в том же горшочке, только я поделила куст на две части. И одна часть, кстати, у меня теперь живёт на работе. Кто смотрел мой ролик про растения у меня на работе, те могли видеть эту колотею. У неё листочек тоже достаточно плотный. Он вот такой волнистый. В моём уходе также ни разу эта колотея не поражалась клещом, и она достаточно беспроблемна. Она практически вообще не портит листья. Покажу вам сейчас поближе, как выглядит её листва. Волшебная. Покажу вам также листики на просвет. Какие они удивительные. Просто такая красота. Она такая кучерявая, такая забавная. Ну, прям весёленький сорт колотеи. Растёт достаточно хаотично. Она выпускает одну делёнку в один лист. Вот у неё каждая новая делёнка – это всего один лист. Не так, как вот, например, ну, мы перейдём дальше, вот, допустим, к таким сортам колотеи, как Мануа Блаш. У неё из одной делёнки может быть несколько листиков. А у вот этих колотей – лансифолия, Белла Карлина, Нетворк или Мозаик – у них из одной делёнки идёт только один лист. Всё. На этом всё заканчивается. Но зато эти листья достаточно густо населены. Я вам сейчас постараюсь показать, как это выглядит. Вот из субстрата вырастают молоденькие делёночки. И, надеюсь, это видно. Очень это интересно. Так, следующая колотея. Ну, это, наверное, все скажут капризуля. Я тоже недавно поделила. У меня это просто была колотея гигантских размеров. Колотея арбифолия. Я обожаю её, вот эти веера. Немножко после пересадки стрессует. Да, у арбифолии хоть листик и такой средней плотности, но это колотея, которая всегда стрессует после пересадки. Какие-то вмешательства в корневую систему. Ну, если у вас какая-то пересадка там с делением куста. Если вы, например, счищаете старый грунт с корней, то есть полностью убираете старый грунт, то, безусловно, она вам листики потом подпортит. Это, да, мы с характером, однозначно. Но, также, если вы наладите полип этой колотеи, она будет шикарная, красивая. У меня сейчас она вот так связана, чтобы листья сильно не распадались. Но постараюсь вам показать. Эта колотея также может достигать просто лошадиных размеров. Поэтому я и назвала это видео «Монстры», «Колотейные монстры». Потому что они могут быть гигантскими, просто гигантскими. Мне это что-то напоминает из каких-то... Вот этот лист, как апахала, там, где египетские пирамиды. И там стоят и машут вот такими апахалами от жары. Вот это точно колотея орбифолия. Так, ну раз уж я показала вот эту малюсечку, то продолжим диалог, монолог о ней. Это колотеечка «Мануа Блаш». Ее зачастую путают с колотеей «Кримсон», но у «Кримсон» серединка листа залита полностью розовым. А у «Мануа Блаш», видите, еще такая тоненькая каемочка розовая присутствует. Ну, тут суперэффект на колотея тем, что лист черный, розовый. Такие краски редко, когда встретишь так в обычной жизни, ну, среди обычных растений. Растения мы в основном воспринимаем как зеленое что-то, а тут, ну, это просто волшебство. С ней разве что может конкурировать филадендрон «Розовая принцесса». Вот филадендрон «Розовая принцесса», да, согласна, тоже обладает такими оттенками. Пересажена в мой грунт. Как я составляю грунт? У меня грунт состоит из трех компонентов. Основа этого грунта торф-классман. Потом для разрыхления я добавляю акроперлит в большой дозе, чтобы это прям была такая легкая воздушная смесь. И совсем чуть-чуть черного грунта, ну, типа что-то земельного грунта с биогумусом. Вот это прям такой, который будет слегка питательный грунт. Торт будет обладать хорошим составом микро- и макроэлементов. И за счет вот этой легкости, воздушности, за счет разрыхления акроперлита, он будет быстро просыхать, корневая не будет переувлажняться. И вы будете любоваться вот такими красивыми, удивительными листочками. Ну, просто какое-то волшебство. Так, ну и следующая красавица. Это колотейка Электрик Шок. Но я вам скажу, она у меня какая-то чудаковата. Потому что у Электрик Шок, у нее должно быть больше вот таких вот жилок, ну, как будто бы молния или гроза по листу. А у меня она вот такая отчасти салатовенькая. Много вот такой салатовости. Она чем-то похожа на Yellow Fusion. Вот что-то средненькое есть. Но это очень интересная колотея. Она схожа по своему характеру роста на ктенанты. Вот кто выращивал ктенанты, и когда они достигают высоких размеров, у них на стволике образуется как такое колено, из которого опять разветвляются и растут листья. Вот эта колотея Электрик Шок умеет делать то же самое. Она тоже может выращивать длинную ножку, на которой будет колено, так называемое, узелочек. И дальше вот такой веер из листиков. Удивительная колотея. Каждая колотея как-то по-разному себя ведет. Хотя одно семейство марантовых, а все такие разные. У вот этой колотеи достаточно тонкий лист. И я вам скажу, что эта колотея, она супер поражается клещом. Если у вас сухой воздух, не заводите. Однозначно не заводите. Просто вы устанете. Устанете, вы не будете видеть красоту листов этой колотеи. Вы будете видеть бесконечно покусанные листья. А когда клещ садится на лист колотеи, вы его не сразу можете заметить, потому что он селится на заднюю сторону листика колотеи. Это когда уже популяция достигает своего максимума, то он уже и с внешней стороны листа, и уже все растение оплетено паутиной. И вы тогда понимаете, о да, это паутинный клещ. А когда вот он сзади, не всегда можно сразу заметить, обратить внимание. Но с колотеями тут надо быть на чеку. Тут надо всегда проверять, ну хотя бы раз в неделю пройти и просмотреть листики, чисто ли изнанка листа. Ну, изнанка листа у колотеички электрик шов, она практически прозрачная. То есть, ну, просвечиваются все ее краски. Поэтому, ну, что вы можете еще увидеть, вот когда теряется пигмент на листе колотеи, то, скорее всего, это клещ покусал, и он выпил сок из клеток, и клетки стали, ну, бесцветными. Поэтому вот если вы видите такие ячейки с потерянным пигментом, обратите внимание, возможно, на ваши колотеи клещ. Так, перейдем к следующей. Следующий гигантик – это колотея Марион. Колотею Марион можно спутать с колотеей Медальон, но тут есть небольшая разница. У них по-разному располагаются цвета на листе. У Медальон более там такие темные заливки преобладают, у Марион вот такой широкий светлый кант. Она уже на ночь тоже подняла столбиком свои листочки. Колотеи еще называют молитвенными растениями, потому что они на протяжении суток шевелят листьями. И, друзья, я вам скажу, что порой мои колотеи вот стоят на подоконнике в спальне, где я сплю, и когда начинают шурюдеть листьями, они начинают вот так дергать шторы. И я начинаю пугаться. Мне кажется, кто-то там дергает эти шторы. Поэтому не пугайтесь, если ваша колотея зашевелила листочком, и там что-то где-то пошевелилось. Это все нормально для колотеи. Так вот, как я уже сказала, их называют молитвенными растениями, потому что они на ночь вот так складывают свои листики, как будто ручки на молитву. Удивительный цветок. Изнанка листа вот такая бордовенькая. Сейчас покажу вам подетальнее лицевую часть листочка. У нее тут уже много тоже новых ростиков. Но, друзья, они еще коротенькие, вот такие маленькие. И мне часто задают вопрос, Оля, что делать? У моей колотеи растут листья на вот такусеньких низких ножках. Друзья, тут надо просто ждать. Все зависит от возраста растения. Если деленка молодая, то, скорее всего, она будет на низкой ножке. Когда растение будет взрослеть, со временем черешки, ножки будут у вашего растения увеличиваться. И как раз я вам покажу, как это выглядит. У меня есть колотеечка White Fusion, которую практически съел клещ. И вот я ее наращиваю по новой. Я все плохое срезала. И теперь листики растут на вот таких коротюсеньких, малюсеньких черешках. Вы можете посмотреть, что горшок достаточно большой, а растенец вот такусенькая маленькая. Но там богатейшая корневая. Там корневая еле втиснулась в этот горшок. Корней очень много, а зеленой массы пока мало. И всегда при выборе горшка для колотеи, друзья, ориентируемся на объем корневой системы. Потому что, как в данном случае, может быть и вот такая картина, когда корней много, а зеленой массы совсем чуть-чуть. И может быть обратная картина, когда корней совсем чуть-чуть, а зеленая масса вот такая огромная раскидистая. Не стоит вот такую огромную колотею, но с вот такой малюсенькой корневой садить сразу в огромный горшок. Нет, вы ее точно зальете. Вот эта малюсенькая корневая не успеет выпить всю ту влагу, которую вы нальете в вот такие горшок. Поэтому даже если крона шикарная, огромная, а корневая скудная, маленькая, высаживаем в маленький горшочек. И постепенно, по мере роста корневой системы, увеличиваем этот горшок. Вот тут, кстати, колотейка. Мне... Я покупала ее, и была бирочка вот сразу с сортом White Fusion. Я не стала убирать. И почитаем, что же нам советует садовник для колотей. Итак, прямое солнце. Тут восклицательный знак. Недопустимо для колотей. Я полностью соглашусь, на прямом солнце листья погорят. Но в темном углу роста тоже не будет. Непрямой солнечный свет это идеально для колотей. Далее. Производитель говорит, поливать дважды в неделю. Ну, в среднем, в среднем, в таких средних микроклиматах дома приблизительно так и будет. Вы будете поливать ее где-то дважды в неделю, но если это не интенсивный, не обильный полив. Если, конечно же, вы там сильно проливаете, то раз в неделю вот так, думаю, будет достаточно. Но отталкиваемся все индивидуально. От состава грунта, в котором сидит колотей, смотрим, как лично ваш грунт в вашем микроклимате дома просыхает. Лучше поливайте с просушкой. Итак, удобрение один раз в месяц. Ну, я могу сказать, что я свои колотеи удобряю чаще. Я практически в каждый полив добавляю им какую-то вкусняшку. Не обязательно это удобрение. Это может быть стимулятор роста какой-то. Это могут быть какие-то аминокислоты, еще какие-то препараты. Ну, я им что-то добавляю. Температура от 15 до 25 градусов. Поддерживаю этот пункт, но в летний период время до 30 градусов жары в моей квартире мои колотеи выдерживали. Так что, в принципе, от 15 до 30 будут выдерживать. Так, не употреблять пищу. Можно выращивать в теплице и не ставить... Ну, тут вентилятор перечеркнутый, вот такой значок. Но я так понимаю, что это касается... Ну, не ставить на сквозняки, не ставить там, где какие-то, ну, вентиляционные конструкции. Да, я думаю, что от сквозняка вашей колотеи будет плохо. Особенно, если вы ее польете в холодный период года, поставите на сквозняк, есть риск, что загниет корневая система. Итак. Следующая колотеечка, это колотеечка пикок или павлин. Она у меня пострадала. Летом я уезжала в отпуск. Я переживала, что мои колотеи не выдержат без меня. И я их сильно залила. И вот эта колотея сразу отреагировала. Она посушила практически все листья. Что я сделала? Я по приезду ее пересадила в свежий грунт. Как вы можете видеть, вот старые деленочки, они погибли. Но она дала новые деленки. Я всегда говорю, что колотея это птица феникс. Она способна восставать из пепла, возрождаться из ничего. При наличии хорошей корневой системы она обрастет листьями. Обязательно. Но надо время. Вот скажу, что ну где я приехала в июле месяце. В июле месяце занялось ее восстановлением. Сейчас 1 ноября у нас на дворе. И вот только вот такой небольшой внешний вид мы имеем. Три маленьких деленочки. Но терпение. У нее листик тоже слегка опушенный сзади. И достаточно плотный. Лист может быть крупнее в 2-3 раза однозначно. У меня были у этой колотея значительно более крупные листья. Ну, сейчас вот такие вот мелкаши. Как я уже сказала, все зависит только от возраста растения. Так. Следующая колотейка это грин кримсон. Она пришла ко мне по почте пришла достаточно битая. Вот эти все механические повреждения это те, с которыми она приходила. И только вот уже у меня она выдала тут пару новых деленок. И растит уже красивые листья. От обычной кримсон она отличается, что у нее такая салатовая розовая серединка. не полностью красная практически как у кримса. И вот такие трубочки наращивают. Практически все колотеи растят листики вот из таких трубочек. Они сначала выдают трубочку, а потом листик начинает разворачиваться. Она, кстати, еще не пересажена. В принципе, друзья, если вы покупаете голландское растение, не деленное, а просто вот то, которое к вам пришло от садовника, то до полугода оно абсолютно спокойно будет сидеть в родном субстрате, но если вы хотя бы раз в месяц будете вносить удобрения. Все, его там все будет устраивать. Голландские садовники садят всегда колотеи в очень рыхлый, пористый, классный субстрат. Вот тут сейчас просто как такой кокос в кокосе сидит. Это колотеи. Часто сидят в торфе. Также бывают в кокосовых чипсах сидят колотеи от садовника. Им будет в этом субстрате прекрасно вносить удобрения хотя бы раз в месяц. Это может быть удобрение для декоративно-лиственных, это может быть универсальное удобрение, это может быть стимулятор роста типа радифарм или HB101. Также можете опрыскивать янтарной кислотой, также можете вносить удобрения монофосфат калия. В принципе перечень удобрений достаточно широк, которые хорошо откликаются к алутеям. А вот это колотейка это колотейка из уценки. Я как-то снимала видео с распаковкой уценок и там приходила вот эта колотея Сильвия. Она приходила всего с двумя листиками в один ростик и мы ее тоже вместе с вами на канале пересаживали. Сейчас она уже дала новый рост и вот такой красивенный лист. Я очень мечтала об этой колотеи. Я заказывала зимой вот такую же колотею, но к сожалению она пришла ко мне померзшей и тоже полностью все листья пропали. Сейчас у меня есть колотея с маленьким листочком и еще совсем маленьким, поэтому я пока наслаждаюсь этой колотеи. Это один из любимчиков из любимых моих сортов. Не знаю мне почему-то так нравится гамма цветов на этом листе. Вот такая окантовка сначала темно-зеленая, потом светло-салатовая, вот этот нежно-розовый цвет, еще на листике с возрастом могут быть вот такие вот штришки из розового, форма листа вот такая овальная. Ну это прям любимица. Однозначно любимица. Я не могла найти огромный, но сразу готовый голландский куст, а попалась вот только вот эта вот ценка, я ее сразу же схватила, потому что у нас сейчас в Украине, кстати, оказалось достаточно сложно найти именно колотею сильвер. Практически все колотеи, что сегодня я вам показала можно купить в свободном доступе, разве что кроме Беллы Карлины. Вот Белла Карлина сейчас редкость, ее я не видела в продаже, это прям самая редкая на сегодняшний день, но не считая таких сортов, как Сильвер Плейт, супер редкие, кстати, недавно я на просторах интернета увидела колотею Нетворк и Лимазай варигатную, представляете, вот это колотея Нетворк и Лимазай с белой варигатностью по листу, выглядит волшебно, но ценник на одну деленку вот такой колотеи 3000 гривен, цена как бы кусается, поэтому ждем, 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 пока подешевеет и тогда возможно тоже обзаведусь такой красоткой, потому что новинки они всегда там супер дорого стоят, а потом когда начинают продавцы потихоньку завозить эту позицию, то естественно цена снижается, поэтому ожидаем друзья, благодарю вас за просмотр, еще одну колотею я забыла вам показать, так, это колотеечка рози, она конечно сейчас не очень приглядно у меня выглядит, но я вам вот так разверну молодой листочек, вот молодой лист, ну эталонный, вот это лист этого сорта, старые листья тоже пришли побитые там и она пришла ко мне с клещом, мне пришлось лечить на ней клеща и они такие достаточно поеденные, вот я вам могу показать на просвет, долго боролась с клещом тоже на этой колотее, но сейчас выдала вот такую абсолютно здоровую деленку, война с клещом была успешной и кстати тут еще уже маленький росточек, надеюсь вам видно, такой малюсенький зелененький там торчит, прорастает, кстати друзья, вот еще по поводу борьбы с клещом, вы у меня спрашиваете часто, какой же препарат эффективен, раньше я всем советовала фитовер, потому что это наименее токсичный препарат, но друзья, скажу, что им бороться с клещом вы будете очень долго, потому что ну все-таки он проигрывает другим препаратам, более сильным представленным на рынке, я для себя выделила препарат, вот который последний в распаковке препаратов на моей странице я показывала, спрей пестин акарус, производитель квитковый привоз, наш украинский производитель, в готовом виде, просто обрабатываете два раза, за два раза убивает всю популяцию клеща, суперэффективный препарат, но, например, те, кто живут в каких-то других странах, я бы посоветовала препарат санмайт, ну, вы можете загуглить действующее вещество препарата санмайт и найти у себя в магазинах препарат с таким действующим веществом, вот санмайт тоже очень эффективный, но что мне понравилось в препарате пестинокарус, потому что он не оставляет следов от обработки, при обработке санмайта листья у вас будут все в белесых пятнах, все листья обязательно, потому его достаточно сложно отмывать, портится внешний вид растения, а при обработке пестинокарус не видно ничего, вот супер классный препарат, единственное там такой запах искусственный вишни, кто не очень любит, то ну что ж, придется потерпеть, а так в принципе супер классный препарат, супер эффективный, но берите сразу несколько бутылок, чтобы обработать всю коллекцию, потому что помним, что даже если у вас заболевает одно растение, мы обрабатываем обязательно все стоящие рядом растения, потому что этот вредитель, как клещ по воздуху элементарно распространяется, поэтому друзья, пусть ваши растения будут здоровы, выращивайте вот такую красоту, делитесь позитивом, я буду снимать еще для вас много интересных видео, поддержите пожалуйста лайком и подписывайтесь на мой канал, все, до новых встреч на моем канале, и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...